Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов. Как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий. Так что дерзайте. Ну что же, у нас идет уже конец января, конец трансферного окна сегодня у нас будет. Ну и давайте пробежимся по расписаниям, посмотрим, какие у нас будут матчи. Это домашняя игра против Сангемптона, выездная с Шеффилдом, заканчиваем зимнее трансферное окно и два таких, ну, серьезных матча. Это Челси и Эвертон. Ну вот, Эвертон на третьей строчке идет, Челси на седьмой, поэтому даже Эвертон здесь как-то помощнее выглядит. Но в любом случае. Так, сейчас у нас сразу же игра. Играем против Сангемптона. Дальше через три дня с Шеффилдом. Надо бы посмотреть, кто из них там посильнее. Сангемптон 14 строчка, Шеффилд 20. Поэтому, ну, основой такой небольшой выйдем против Сангемптона. Все-таки домашняя игра. И терять очки нам больше нежелательно после игры. Тем более с Манчестером мы их потеряли. Желательно было побеждать. Поэтому посмотрим. Так, ну, небольшие перестроения у нас здесь. Вместо Вернера будет играть Варди. Вместо Аундера будет играть Айоза Перец. Ну и все, в принципе. Анхелиньо мы не взяли даже на, так сказать, скамейку запасных. В заявку не добавили из-за ужасной его формы. А так бы он вышел. Вот Оригелон с рейтингом 80. Я, кстати, не знаю, что будет, если Гомеса мы слева выпустим. У него, кстати, тоже 80. Может, давайте Гомеса слева попробуем. Почему бы и нет? Давайте посмотрим, вдруг что-то из этого выйдет. Лестер Саунгэптон. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стэдиум. Идет уже снегопад. Лестер Сити принимают Саунгэптон. Поехали. И отлично. 1-0. Джейми Варди выводит нас вперед. 42-я минута. Супер. И все-таки забиваем. Айоза Перес отлично здесь отыграл. 72-я минута. И это 2-0. И очередной гол практически такой же, как и второй. Забивает уже Джейми Варди. Это его дубль. Но все супер. 3-0. Разгромили Саунгэптон. 2 гола. Буквально под копирку. Соцкока были. Но тут самый вратарь подвел. И все. 3-0. Дубль Варди. Гол Айоза Переса нам приносит 3 очка. Ну и каждый для себя что-то тоже из этого матча взял. 7 ударов. 5-100. Ребята, молодцы. Владение тоже было за нами. Все супер. Ну и 7-5 оценка у Варди. Итак, после 23-го тура мы все так же на второй строчке. Лидируем в 4 очка над третьей строчкой. И на 7 очков отстаем до Ливерпуля. Так, Виттелла переходит из Атлетика Мадрида в Ливерпуль. За 11,5 миллионов. Мартинес получил предложение. Ну и все. Быстрый гол стал победным. Давайте почитаем наше сообщение. Так, Мартинес получил от Барселоны. Все-таки предложили. Мы отклоняем. Ну и все. Что у нас там в принципе вообще по трансферам? Так, а мы опорника до сих пор ждем. Мы ждем до сих пор опорника. Так, у нас сейчас игра против Шеффилда. Естественно, сейчас дам большинству своих игроков отдохнуть. Тем более, как вы видите, у них ужасные сейчас рейтинги появились. Так, Анхилини выйдет. Ну и все. Вот таким заставом мы выходим. Здесь очень много второсортных, так сказать, игроков. Рикардо Перейро сегодня на поле выйдет, потому что Костагна ниже среднего. Ну и как-то так. Хотел еще попробовать. Я не помню кому дать выйти на поле. Ну вот и Гомеса Саинцу, кстати, сегодня на поле вместе выходят. Так бы Санчес бы вышел, мне кажется, с центральным защитником. Но решил его поберечь для игр с Эвертоном и Челси. Поэтому выходим так. Шеффилд против Лестера. Поехали. Итак, Шеффилд Юнайтед принимает Лестер Сити. Это английская премьер-лига. Поехали. Двадцатая строчка принимает вторую. Посмотрим, будут ли сегодня по силам команды равносильны. Все-таки это футбол. Все здесь случается. И какой гол-то сейчас забивает Эмми Абрахам. Отпихнул двоих, троих. И на 32-й минуте хорошим дальним ударом по бильярдному от штанги он забивает. И Эмми Абрахам забивает дубль. Вот так вот. Тоже с такого отскока, как и в прошлом матче против Сангентона, были голы. Но все же забивает. Но там и Вернер должен был через себя красиво закладывать этот мяч. И все, заканчивается матч. У нас уверенная выездная победа. Благодаря дублю Тэмми Абрахама мы одержим очередную победу в английской премьер-лиге. По моментам, кстати, владения равные. Били по воротам как мы, так и соперники. Но вот повезло нам. 7-5 оценка у Абрахама. После 24-го тура мы все так же лидируем над Манчестер Юнетедом на третьей строчке в 4 очка. И в 5 очков отстаем от Ливерпуля. Итак, важнейший трансфер турнира. Рауль Альбиоль переходит из Валериала в Манчестер Сити за 43,9 миллионов. За 44 можно округлять. Варди может перейти в Манчестер Юнетед. Опять эти слухи пошли. Но пока что я буду молчать по этому поводу. Так, ну все, у нас заканчивается, кстати, трансферное окно. Мы ищем до сих пор опорника, хотя мы, в принципе, его нашли просто продать. Сейчас ищем, так сказать, покупателя для Чудхури. Ну и дальше пока что симулируем трансферное окно. Мас переходит из Буки Хуниорс в ЧСЗ 14 миллионов. Санчест никуда не собирается, хотя опять слухи пошли, что он может вернуться в Тоттенхэм. Зузоло переходит за 13 800 из Стоксити в Шеффилд. Мак Голдрик переходит из Жерона в Кристалл П за 7 миллионов. Вернер получил предложение все-таки. Да уже Чудхури у нас наконец-то купили. Санчеста, да, в Тоттенхэм хотят вернуть Вернера в Мадридский Реал. Вот так да. Еще и сезонного Тима Вернера у нас не отыграл, а уже хотят его забрать в Мадридский Реал. Так, ну по Чудхури вот Весбрович, кстати, интересуется, но почему-то не забирают. Тили Мансу у нас получает предложение от Барселоны за 51 миллион. Выше рыночной стоимости предложили. И вот за Мэдисона Лейпциг выложил 70 почти миллионов. На 13-12 миллионов больше рыночной. Поэтому шикарные предложения, но вот не по тем, к сожалению, игрокам. Снова Тоттенхэм по поводу Санчеста мы отклоняем. Так, ну вот и по Джейми Варди в Манчестере на этом. Но я бы его точно только не туда бы отдал. Вот без проблем, сейчас у нас закончится трансерное окно. Мы продадим Чудхури, купим опорника, и я буду продавать Джейми Варди. Вот правда. Но только вот не в Манчестере на этот. Не хочу его вообще в английский клуб и другие отдавать. Пусть попробует себя в другом месте. Третье уже предложение по Санчесту, а Тоттенхэма мы отклоняем. В сборную месяца попали целых 5, или нет, 6, серьезно. Вот написано 3, и здесь еще 3, значит, действительно 6 игроков попали в сборную января, получается. Английская премьер-лига из моей команды. Замечательно, Вернер получил роль боец. Так, ну и по рейтингам прокачался только, я смотрю, молодежка. Ну и все, кстати, с нашими опорниками, со всеми договоренность сброшена. Поэтому мы ищем для себя, во-первых, новых. Ну и все. Ну а сейчас игра у нас против Челси, вы и знаем. Ой, домашний, прошу прощения. Дальше, кстати, игра с Арсеналом. В любом случае, наверное, сейчас я двумя стартовыми составами буду играть. И с Челси и с Эвертоном терять очки вообще неохота. Ну вот она, она не будет сегодня. На матче будет Шмехель. А Йозу Переза не будет, Кастагны и все. Но остальные ребята, надеюсь, настроены. Все, вот таким составом мы и выходим. Лестер Сити против Челси. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадион. Лестер принимает лондонская Челси. Это английская премьер-лига. Поехали. И все-таки пропускаем. Пятнадцатая минута. Челси нам забивает. Забил еще и Батшуаи. Про этого футболиста вообще уже все, мне кажется, забыли. Но вот он забил. И как сейчас забивает Тима Вернера? Он забил в своей бывшей команде. С таким небольшим подкатиком. Но все-таки забивает. Ну и супер. 1-1. Быстро вернулись в игру. И все-таки мы пропускаем снова дубль от Миши Батшуаи. Я сейчас просто не понимаю, что у нас произошло в принципе в обороне. Но вот как-то так пропустили два мяча от Челси. Очень обидные. Ну и сегодня нам было, наверное, суждено проиграть. Потому что очень много хороших спасений было от Минди. Вратаря Челси. Поэтому он там, скорее всего, сейчас может и героем матч ссать. Смотрите, у нас даже ударов было больше, в принципе, чем у Челси. Вот, 6-5 у него оценка. Ну, как-то так. После 25-го тура мы отстаем от Ливерпуля в 6 очков и лидируем в 3 очка над Манчестером. Итак, сейчас играем против Эвертона. Тоже не слабая команда. Дальше еще и Арсенал на следующем ролике. Поэтому посмотрим, кто будет сейчас у нас готов, кто нет. В принципе, я готов вот таким составом выходить. Ребята вроде как готовы. Ни у кого нету ниже среднего. Поэтому поехали Эвертон и Лестер. Итак, Гудисон Парк. Эвертон принимает Лестер Сити. Английская премьер-лига. Поехали. И отлично. 1-0. Мэдисон с Вернером на пятой минуте уже организовали гол. Супер. И все-таки пропускаем. 42-я минута. 1-1. Опять плохо вышли из обороны. Проиграли подбор. И ничего не смогли сделать в ответной атаке от Эвертона. И отлично. Разыграли этот штрафной. 71-я минута. Лаутаро Мартинес выводит нас вперед. И все, заканчивается матч. Минимальная у нас победа на выезде. Но вот как-то так. 3 победы. Одно поражение в сегодняшнем выпуске. Ну и Лаутаро Мартинес стал игроком матча. После 26-го тура мы все так же на второй строчке лидируем в 5 очков над третьим местом. И отстаем от первого в 6 очков. И все. На этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидану Старик. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok